Виртуальный мир Виртуальный мир Виртуальный мир Виртуальный мир Виртуальный мир Сегодня вы переживете 10 виртуальных катастроф Виртуальная природа тоже способна бушевать И порой даже сильнее природы реальной Иногда бедствия случаются по ее капризу Порой в этом виноват человек Прямо сейчас мы начинаем отчет Самых страшных компьютерных бедствий Освоение новых земель всегда было уделом сильно Требовалось не только решимости вера в успех Но и большие деньги В начале 18 века Один европейский мореплаватель Добился финансовой поддержки от королевы И отправился покорять заокеанские просторы Архипелаг На котором он основал колонию Стал быстро развиваться и крепнуть Маленькие поселки Постепенно превращались в полноценные города Культурный уровень граждан повышался Будущее казалось безоблачным Но первый открыватель не учел особенностей климата этих островов Развитие тормозилось самой природой На землю, с моря, то и дело налетали бешеные торнадо Заметив огромный столб, неумолимо приближавшийся к берегу Люди в панике бежали в рассыпную от смерти Достигнув земли, эти вихри шли по ней своей беспощадной поступью И подбрасывали каменные постройки, словно игрушки После ураганов от домов не оставалось и следа И бедные островитяне вновь и вновь принимались восстанавливать свое хозяйство из руин Такова была плата за покорение далеких земель Смертоносный торнадо из Анна-1701 Открывает наш список природных катаклизмов в виртуальности Дни жизни галактики были сочтены Во Вселенную пришел мрак Каждый час во тьме аномального катаклизма Чернели и умирали десятки звезд Ни одна развитая раса не была способна противостоять этой заразе Те, кто выжил, отчаянно боролись за существование среди руин вчерашнего величия Тысячи транспортеров с беженцами шли караванами в окраинные миры Бросая планеты и космические орбитальные станции города Спасаясь от неизбежной смерти своих родных миров Но даже бегство не было гарантией спасения Мрак и его порождение Жестокая и воинственная раса ДХТ Вторглись в мир людей Чтобы сеять смерть и разрушение Чтобы превратить космос в поле боя Умирающая галактика еще не видела такого сумасшествия И не было известно, спасется ли человечество или станет частью истории Расползающийся по вселенной загадочный мрак из хроники Тар Ставший настоящим стихийным бедствием для всего космоса Занимает девятую строчку нашего страшного хит-парада В 2013 году в центре Европы произошла страшная катастрофа Причиной которой так и остались тайны Большая часть Западной Европы превратилась в гигантскую аномальную зону Огромное количество людей погибло или пропало без вести А те, кто выжил, рассказывали невероятные вещи Всякие попытки изучить аномалию давали скудные результаты Спустя 10 лет затишья после катастрофы Случилось то, что позже люди назвали первой агрессией Аномалия начала стремительно разрастаться Захватывая территорию Европы И порождая тысячи кровожадных существ Пугающе похожих на людей Их появление стало первой причиной, по которой объявили карантин Вокруг аномалии была возведена линия смерти Стена из бронеплит с минными полями и пулеметными гнездами по периметру Оставшимся в зоне ничего не оставалось, кроме как восстанавливать жизнь на руинах Через годы люди объединились в кланы, чтобы было легче выживать Однако судьбой было уготовано этой многострадальной территории пережить вторую агрессию Во время которой погибло большинство кланов и все их предводители Кроме единственного, лорда Родена Ему и предстояло найти первопричины катастрофы из коллапс, который выводит ее на восьмое место Мы дадим вам пару минут, чтобы восстановиться после этих катаклизмов Не переключайтесь Кто-то называет это карой небесной Другие злятся на правительство Третьи просто спасаются бегством От отвратности стихий не уйдешь Нужно быть готовым к любой опасности Мы следуем далее По списку самых страшных стихийных компьютерных бедствий Взрыв на Чернобыльской АЭС стал настоящим преступлением человека против природы Болезненная рана, нанесенная земле, не могла не аукнуться людскому роду Наказание не заставило себя ждать В 2006 году произошел таинственный выброс Словно природа таким жестоким образом отплатила неразумной цивилизации Не было спасения от зашкалившей радиации Она действовала на все живое каким-то невообразимым способом Живые организмы страшно мотивировали, превращаясь в кровожадных уродливых чудовищ То тут, то там появлялись многочисленные аномалии Смертельно опасные участки, где зачастую встречались странные артефакты Немногие из людей, чудом избежавшие гибели во время выброса, были не рады своему спасению Ведь жизнь их ничего не стоила в этом богом забытом месте Зона превратилась в настоящий ад на земле И не было никаких шансов вылечить эту проклятую территорию от заразы Непонятный и необъяснимый выброс из сталкер Тень Чернобыля За свою неожиданность и ужасные последствия Становится седьмым в списке самых опасных стихийных бедствий игрового мира Логический финал человеческой цивилизации напрашивался сам собой Однажды США и Китай стали настолько сильны и амбициозны, что развязали ядерную войну Превратившую обе страны в изуродованные пустоши Выжил ли кто-нибудь в Китае, неизвестно А в Штатах кое-кому удалось спастись Некоторым счастливчикам из Америки удалось в течение сотни-полутора лет прожить в специальных убежищах Но однажды люди вышли из катакомб и своими глазами взглянули на весь ужас, в который превратилась их родная страна Крупнейшие города стали грудами обломков, не внушавших ничего, кроме отвращения Выжженные просторы, не знающие влаги, палящее солнце, засуха и ионные бури Вот какой стала некогда цветущая природа Общий радиационный фон оставался высоким А в некоторых местах он был настолько сильным, что отдельные объекты светились по ночам Создавалось впечатление, что мутировавшей природе нравится ее новое состояние Настолько это опустошение казалось неизменным и постоянным Но даже в таких условиях сохранилась жизнь На территории бывших городов образовались поселения, в которых жили люди Только это были племена деградировавших дикарей Или огромных мутантов Все они казались скорее ненужными элементами в этом пейзаже Новая глава жизни страны писалась очень корявым почерком Неприятие жизни постапокалиптических земель из серии Fallout Становится шестым в списке страшнейших катаклизмов по ту сторону экрана Альтернативная история Земли с некоторых пор начала развиваться совсем не по живописному сценарию В 1995 году в Италии в районе реки Тибр упал метеорит Следствием которого стало появление доселе неизвестного науки кристаллического минерала под названием Тиберио Этот кристалл тут же начал паразитировать на природных ресурсах Земли Его необычная структура впитывала в себя все минералы из почвы, увеличиваясь в размерах При этом территория вокруг Тиберио становилась бесплодной и зараженной К тому же Тиберио излучал сильную радиацию Однако, несмотря на все губительные свойства, люди научились использовать это вещество Как богатейшее сырье для целого ряда применений Благодаря своей насыщенной структуре Тиберио был строительным материалом, энергетическим сырьем А впоследствии стал универсальной валютой И тогда ценность этих зеленых и редких синих камней обернулась еще одним бедствием для планеты Развернулась настоящая мировая война Как за контроль над месторождениями минерала, так и за переселением на незараженные территории 80% населения планеты жили в так называемых «желтых зонах» В местах экологической катастрофы, где царили опустошение и жара Несчастные люди всеми путями пытались проникнуть в уцелевшие синие зоны Но они были заняты элитой, верхушкой населения планеты Расползающийся по всей земле минерал-убийца из серии «Коммантон-Конг-2» Сегодня числится пятым среди самых ужасных стихийных бедствий в виртуальности Рэймонду Брюсу Казалось, что работая в американской службе спасения, он был готов стойко встречать все беды Однако гибель его коллеги и лучшего друга Стива во время работы на извергающемся вулкане Пошатнула уверенность Рэймонда Он взял заботу о младшей сестре Стива, Лизе, на себя И считал, что жизнь налаживается, когда спустя годы одно землетрясение подбросило ему новое испытание Группа безумных террористов, воспользовавшись катаклизмом, похитила ядерное оружие и взяла в заложники Лизу Охваченный яростью Рэй бросился вызволять пленницу Но бедный спасатель даже не подозревал о том, что в это самое время природа сходит с ума К землетрясению добавились все возможные катастрофы естественного и искусственного происхождения Цунами, наводнения, ураганы, пожары, нашествия диких животных, теракты, захваты новых заложников Все это обрушилось на его город в какой-то нереальной концентрации и заставило Рэя действовать максимально оперативно Мужчине пришлось разрываться между уничтожением вооруженных преступников, спасением Лизы и помощью пострадавшим от стихий И все это до того, как произойдет другое бедствие Запуск террористами ядерной боеголовки Полное стихийное безумие, совершенно неожиданно произошедшее в дизастр Дэв Крайзис Творится на четвертой строчке нашего хит-парада Совсем скоро мы покажем вам три наиболее жуткие катастрофы игрового мира Оставайтесь с нами В виртуальном мире не помогают никакие инструкции по безопасности От ярости природы скрыться невозможно Остается только молиться, чтобы они не перебрались через экран и не поглотили нас с вами В эфире страшно интересная тройка стихийных бедствий игрового пространства Стоял обычный солнечный день Жители рыбацкой деревушки, расположенной на острове Килика, занимались своими обычными делами Дети играли в мяч, женщины кормили младенцев, мужчины закидывали сети Ничто не предвещало беды Вдруг ни с того ни с сего в море выросла гигантская стена воды, которая волной покатилась в сторону деревни Килика была обречена Морская стихия, которую по разрушительности можно было сравнить с самым сильным торнадо Жестоко обошлась деревушкой Вырванные с корнем деревья, сорванные крыши, разрушенные дома и пирсы, сгинувшие в пучину обреченные люди Последствия были ужасны Лишь многочисленные обломки, плавающие в море, напоминали о том, что еще несколько секунд назад Здесь было поселение, которое непостижимым образом в мгновение ока исчезло с лица земли Деревня, ставшая жертвой коварного гигантского существа Сином То тут, то там, показывающего свою разрушительную силу и ставшего настоящим кошмаром для магического мира Спира Жестокость и цинизм, с которым Син обошелся с деревушкой Ставит ураган из Final Fantasy X на третье место в когорте самых страшных стихийных бедствий по ту сторону монитора Отчаяние и страх Вот что чувствовали жители Нью-Йорка последние дни Захлестнувший город волна жестоких убийств отбивала охоту выходить на улицу Полиция сбилась с ног, пытаясь найти виновников страшных преступлений В бессилии полиция разводила руки Не было даже намеков на мотивы для совершения таких зверских расправ Но еще более странным было то, что с момента первого убийства Температура в Большом Яблоке самым странным образом начала опускаться Каждый день столбик термометра преодолевал новый рубеж и не собирался останавливаться Город превратился в гигантскую морозильную камеру, жить в которой было невозможно Казалось, будто солнце мгновенно охладело, отказываясь дарить тепло грешной земле Многочисленные убийства и феноменальное похолодание были результатом борьбы высших кланов За ребенка Индиго, совершенно чистая душа которого содержала тайну смысла жизни Жители Нью-Йорка, сжатые в тисках жестокого холода, стали заложниками этой борьбы И лишь три человека, детективы Карла Валенти, Тайлер Майлз и Лукас Кейн Могли спасти человечество от неминуемой гибели Резкое похолодание Фаренгейт стало вторым среди самых опасных стихийных бедствий игровой вселенной Какому же бедствию суждено занять верх этой ужасной пирамиды? Какая катастрофа оказалась самой трагической? Вы узнаете после того, как вновь окинете взором 9 катаклизмов, претендовавших на первенство Десятыми стали частые торнадо на островах Нового Света, открытые отважным мореплавателем из Анно-1701 Девятым в нашем списке числится непобедимый мрак, пришедший из глубин космоса и поглощающий десятки звезд из хроники ТАРТ Восьмое место занимает сразу две волны распространения аномалии, выжигающей всю жизнь из коллапс На седьмой строчке произошел непонятный выброс, ставший наказанием людской цивилизации за безрассудство – сталкер Шестой оказалась американская природа после ядерной катастрофы из Fallout, враждебной всякой органической жизни На пятое место попал метеорит, давший начало ужасному распространению неземного минерала Тибериума из Command & Conqua, уничтожавшего на Земле все живое Четвертую позицию сотрясает землетрясение, захлестывает цунами и заливает вулканической лавой в один и тот же день из Дизастер Дев Крайзис На третью ступень пьедестала шагнула ужасная волна, беспощадно расправившаяся с мирной деревней из Final Fantasy X Почетное второе место занимает резкое и сильнейшее похолодание, не готового к заморозкам Нью-Йорка из Фаренгейн А теперь взгляните в лицо судьбе, мы представляем триумфатора сегодняшнего ужасного турнира Битве многочисленных армий волшебной республики Ура и государства Хэнд суждено было войти в историю Но не из-за своей жестокости, не благодаря героизму воинов и гению полководцев Гигантский метеорит, вот кто стал настоящим героем сражения Когда в самый разгар битвы небо покрыло черная тень, бойцы на поле брони даже не могли предположить, что они обречены И лишь когда потоки раскаленной лавы потекли из облаков, воины обеих армий поняли, что спасения нет Миллионы трупов и лишь двое выживших, бессмертный Каим и Сет, таков был страшный урожай космического странника Но как случилось, что такое гигантское небесное тело появилось именно в момент сражения, в том самом месте, где схлестнулись две противоборствующие армии? Было ли это просто роком или результатом чьих-то действий? Как оказалось, катастрофа не была случайной Виновником гибели миллионов стал великий магический двигатель детища Гонгоры И это было лишь первой ласточкой в череде событий, вызванных коварными планами злого и жестокого советника Падение гигантского метеорита из Лост-Одисси, унесшее жизни миллионов, побеждает в сегодняшнем страшном соревновании За звание самого разрушительного стихийного бедствия виртуального мира Только что вы пережили 10 ужаснейших катастроф виртуального мира Если к следующему выпуску нашей программы вы оправитесь от потрясений и восстановите материальный ущерб То мы продолжим вести вас по самым неприветливым и опасным местам компьютерной вселенной И как всегда, вам будет страшно И, и, и